чем подкреплена монета во-первых нужно понимать что ни одна валюта в мире не имеет никакого фактического подкрепления даже если что-то там где-то говорится ни одной страны ни одного банка не хватит ликвидных средств обеспечить всем своим желающим сто процентов все активы потому что ну они всегда используются да они инвестируются они вкладываться не тратится нет и теряются они зарабатываются и там подобно с ними деньгами идет постоянная работа раз во вторых у регуляторов есть четкие условия нельзя гарантировать стабильность монеты почему потому что тогда ты начинаешь конкурировать с долларом начинаешь засаживать евро и начинаешь масках конкурировать за золотом фиатный мир это очень строго не любит все монеты которые пытались сказать что они покрыты бриллиантами золото но это самое ничем хорошим это все не закончилось все очень просто потому что в принципе невозможно подкрепить монету ничем если америка от этого отказалась если европа ничем не под не подкрепляет ну что же да что ждать даже тот же биткоин еще не подкреплять не эфир ни одна монета мире не имеет фактического подкрепления наша главная задача решить вопрос как сделать так чтоб коин был стабиль плюс-минус и мог расти это самый идеальный вариант для всех потому что нету инструментов которые могут давать такие проценты фиат на мире и потому что их нет а потому что рамки созданы настолько регуляторами банками правительствами меж какими-то отношениями интернациональными экономически между странами что невозможно создать такие экономические инструменты они как бы есть но они не у нас и даже больших компаний практически нет в данном случае это инсайдерские вещи когда ты что-то знаешь на это можешь сыграть и тому подобное поэтому они за доски вещи все прекратили даже если инструмент начнет показывать какой-то рост сумасшедший придут и заблокируют потому что негоже это зарабатывать говорится не тем кому нужно зарабатывать именно поэтому все эти ограничения создаются создаются эти все и кивайси аэмэйли под прикрытием отмывание денег и тому подобное но нам это понятно для чего это сделано чтобы люди в массе не могли распоряжаться своими средствами двигать свои средства и чтобы создаются искусственные барьеры которые затормаживают движение средств и не дают выводить их дают причины блокировать аккаунт нарушил ты нарушила и мы не что теперь что наружу но не дал им какую-то бумажку аккаунт заблокирован там на месяц а банк на пользуется этими деньгами это такие трюки которыми пользуются на фиатном рынке участники рынка наша задача сделать так чтобы мы могли бы оставаться стабильными чтобы дать плюс-минус доверия чтобы люди не боялись убрать страх и могли расти здесь здесь именно и включается наша стратегия лестничного роста которая подкрепляется именно грамотный правильным созданием инфраструктуры грамотной грамотным созданием системного подхода к этому что она она не она не выбрасывается просто на рынок да монета не выбросилась просто на рынок к ней грамотно подошли в том плане что начали с нуля начали давать помаленьку растянули на три года начали создавать начали создавать комьюнити начали создавать продукты начали двигаться в направлении чтобы создать пользу понимаете здесь в том преимущество платины почему она сильнее всех остальных потому что мы поняли как работает крипторынок раз и и где он не работает в чем его слабость когда ты понимаешь в чем слабость рынка когда ты понимаешь этот исходный код ты становишься в этой системе на полу богом тебе уже не нужно никакое подкрепление тебе ничего не нужно и ты становишься просто неуязвимым в чем мы превосходим всех остальных так дело в том что цифровые деньги это тоже деньги а у денег есть свои законы и по этим законам нужно двигаться дело в том что чтобы создавать деньги нужно создавать экономику чтобы создавать экономику нужно иметь ресурсы нужно иметь продукты нужно иметь людей до которые в этой экономике двигаются